Свобода это золото. Четвертый турнир по мини-футболу среди дворовых команд только подтвердил это. На церемонии награждения присутствовала наш корреспондент Елена Козлова. Раскатистый свист судьи оповестил об окончании четвертого городского турнира дворовых команд по мини-футболу. Глава города Лобня Николай Гречишников сразу начал с похвалы. Какие вы у нас молодцы. Целый месяц сегодня весь город, практически все площадки. Это вы их насытили очень хорошими мероприятиями. Но не этот сейминутный праздник так радует главу города. Николай Николаевич смотрит глубже. Вот они, опоры и надежда с завтрашнего дня Лобня. Вот они, глаза у них яркие, смотрят, настроение хорошее, дух хороший. Значит, человек способен на любые нагрузки. Сегодня задач у нас много, поэтому нужны хорошо физически подготовленные люди для того, чтобы выполнять большие задачи, которые стоят перед двором. Итак, 20 команд и 4 субботы интереснейших матчей позади. Поскольку система все со всеми, на день у каждой команды приходилось в среднем по 5 игр. И физическая, и моральная нагрузка, прямо скажем, не из легких. Тем не менее, ни одна команда с дистанции не сошла. И это является, пожалуй, главной оценкой турнира. Организаторы сделали свое дело. Ура! Пожалуйста, пройдите все на площадку для награждения. Мы в этом турнире уже участвуем второй раз и никаких прям минусов мы не заметили. А может, заслуживают? Нет, они заслуживают уважения. Все честно. Нет, конечно, разногласия были у всех, но это было просто на эмоциях. Только положительные эмоции остались и у главного судья турнира игрока городской команды Лобня Кирилла Куликова. На его счету треть из почти 300 проведенных матчей. Увиделось новое что-то, желание, борьба, игры и дружелюбие. Есть много интересных парней, пацанов, которые любят футбол, видно, и играют просто от души. Это самое главное. Первые восемь команд, наверное, очень хорошего качества. Футбол был приятный не просто так, бей-беги, а вот что-то уже пытались друг другу передачи забивать головы. То есть интересно было. Тебе никого не присмотрели в команде? Есть, есть. Есть люди из этих команд, которые, в принципе, хотелось бы, да, чтобы пришли, допустим, и вот тренировались, наверное, с нашей командой. Хочется так. А вы предлагать будете? Предлагать, я думаю, да. И первые в этом списке, конечно, команда победителей турнира под названием «Свобода». 19 побед из 19 сыгранных матчей. Ребята расправлялись со своими соперниками буквально играючи, что вполне могло бы наскучить под конец. А не скучно вам было? Ну нет, нет, все-таки. Команды, конечно, были явно уровнем ниже некоторые, но все равно надо каждого соперника уважать. Мы обязательно еще заявимся и пытаемся защитить данный титул. Серебро у команды «Кайзер Чифс», бронза у команды «Санта». Турнир не только объединил самих игроков, но и собрал довольно большую команду болельщиков. В результате в номинации «Лучший игрок турнира» согласно интернет-голосованию в группе ВКонтакте был признан Егор Трякин, команда «Крайзер Чифс». Лучшим игроком турнира, по мнению судейской коллеги, стал Руслан Курбанов, команда «Моритм». Специальный приз, сертификат на право участвовать в финале Кубка главы города, который ежегодно проходит Дни города, за преданность турниру и друг другу, получила команда «Север». Она приняла участие во всех четырех турнирах, причем всегда в одном и том же составе. Поощрительный приз от Лобнинского спорткомитета, восемь комплектов футбольной формы, также за преданность турниру и волю к победе получила команда Т-34. Новые футбольные мячи были вручены капитанам всех 20 команд. Отметил глава города и организаторов турнира, администратора группы ВКонтакте «Ищу тебя, Лобня» Михаила Косых за создание информационной площадки турнира. Руководителя местного отделения «Молодая гвардия» Евгению Сорокину и члена полицовета Лобнинского отделения Всероссийской партии «Единая Россия» Алексея Грибова, возглавляющего комиссию по молодежной политике и спорту. Как сообщил Алексей Николаевич, следующий турнир по мини-футболу среди дворовых команд запланирован уже на осень. Но это уже можно назвать согласно графику. А вот в разделе «Отличных новостей» то, что вслед за футболистами потянулись и волейболисты. Опять же, как бы было обращение в комиссию по молодежной политике и спорту, а тоже от молодых людей, о создании тоже дворового турнира по волейболу. И мы как раз начали прорабатывать в данный момент. Я думаю, осенью мы его организуем уже. Тогда до осени. Елена Козлова, Алексей Бойко, Алексей Орлов, телекомпания «Лобня». Субтитры создавал DimaTorzok